Сегодня мы с вами будем говорить о коллаже в иллюстрации, и эта тема, как я уже сказала, действительно очень важная и замечательная, потому что сегодня мы погружаемся в метафоричный мир коллажа. Мы будем говорить о том, как работает коллаж, и я бы хотела с вами обсудить важные аспекты работы с коллажом, с тем, как коллаж в современном мире себя проявляет, какие существуют средства выражения, основные принципы работы со стилизацией. Мне хотелось собрать более познавательный такой контент для того, чтобы можно было пользоваться моими собственными наработками авторскими, то, к чему я сама пришла, работая в этом направлении. Ну и для начала меня зовут Евгения Матвеева, я художник-крафик, художник-иллюстратор, также я являюсь основательницей пространства про графика, который находится в Санкт-Петербурге. И коллажом как таковым отдельным жанром искусства я стала заниматься относительно недавно. И в большей степени я занимаюсь цифровым коллажом и отдаю ему предпочтение лишь потому, что это можно делать, скажем так, находясь практически в любом месте, потому что ручной коллаж, он требует как минимум пространства, и не всегда можно этот коллаж создать в каких-то полевых условиях. И если мы говорим с вами о коллажах, важной иллюстрации, то в современном мире действительно она имеет повышенный интерес. И это в первую очередь связано с тем, что современное искусство, оно исключительно связано с симбиозом и синтезом различных видов и направлений. А коллаж — это напрямую отдельный жанр искусства, который в себя вбирает противоречивые различные фактуры, элементы, смыслы. И, конечно, в реалиях современного искусства коллаж, он до сих пор звучит суперактуально. Коллаж сам по себе — вид искусства, соединяющий несочетаемые объекты. Он постоянно находится в столкновении, он постоянно пытается нам демонстрировать провокацию. И это, конечно, очень необычный вид искусства, потому что мы можем находиться в потоке рефлексии на то, что нас окружает, соединяя в одном произведении абсолютно разные противоречивые эмоции и зачастую даже какие-то абсолютно разные аспекты, не говоря уже о визуальной форме внутри коллажной работы. И если мы говорим сегодня про наш с вами такой вот разговор, коллажный разговор, то я хотела бы его разделить на две части. Первая часть, она будет связана с небольшой теорией, но она будет посвящена в первую очередь разговорам о приёмах коллажа, о техниках коллажа в иллюстрации, о том, как мы можем как визуальные художники соединять разные объекты, разные какие-то приёмы в одной работе. А вторая часть, она будет посвящена небольшому моему личному опыту. Я на примере своих работ покажу, как конкретно я создаю коллажи и на что я акцентирую внимание. Мне, конечно, важно, чтобы действительно сегодня, возможно, кого-то подтолкнуло, и буду очень рада, если я смогу своими находками дать кому-то толчок и либо вдохновить на коллажную иллюстрацию и на развитие и экспериментирование в этих направлениях. Сам по себе коллаж, слово, да, очень всем известное и часто применяемое, это приёмы в искусстве соединения в одном произведении, подчёркнуто, разнородных элементов. Эти элементы могут быть различными по своему содержанию, по происхождению, по материальной базе, из которых состоят эти объекты. Но также, что очень немаловажно, это по своему содержанию. То есть коллаж, он может быть, как я буду сегодня очень часто говорить, противоречивым и провокационным. И эта провокация – это самое важное, что есть в коллаже. Сегодня мы с вами минуем исторический аспект, потому что, так или иначе, эту информацию можно найти и почитать где-то в других источниках. Мне важнее акцентировать внимание именно на то, какими способами мы можем, как визуальные художники, выражать свою задумку в коллажной форме. И если мы говорим о коллаже, то, на мой взгляд, это самое свободолюбивое направление искусства. Именно поэтому сейчас современное искусство, оно вбирает и подпитывает коллаж. Мы можем увидеть коллажную иллюстрацию не только в привычных площадках и привычных каких-то областях печатной продукции, дизайна, анимации, но и также коллаж мы можем увидеть и даже в каком-то концептуальном искусстве, в оформлении огромных монументальных пространств. То есть коллаж, он очень играет многообразно и выглядит и применим в областях тоже абсолютно по-разному. И, конечно, для нас важно проговорить, что коллаж современной иллюстрации главенствует и, на мой взгляд, появляется всё больше и больше художников, которые так или иначе в какие-то либо отдельные фрагменты своей творческой жизни, либо вообще переходят исключительно только в область коллажного искусства. Сегодня мы с вами, опять же, я подготовила такой визуальный материал для того, чтобы как можно больше посмотреть замечательных авторов, вдохновиться и увидеть на их примере, как работают визуальные приёмы, ключи, которые могут помочь направить художника на нужное русло и, возможно, научиться контролировать то выразительность, которую мы хотим достигнуть в своих работах. Иллюстрация, если мы обратимся к толковому слову, мы найдём такое определение, что это изображение, рисунок в тексте книги, который поясняет её содержание. И это довольно интересно, потому что иллюстрация действительно до какого-то момента была всегда привязана к тексту. Сейчас же современный мир, он меняется, и иллюстрация стала совершенно другой, и мы можем замечать, как иллюстрация трансформировалась в отдельный, самостоятельный, независимый какой-то аспект искусства, вид искусства. Потому что иллюстрация, если раньше она подчинялась тексту, то сейчас она живёт отдельной жизнью. И глядя на иллюстрацию, самодостаточную, независящую от литературной основы, мы можем увидеть и прочитать в этом визуальном образе, прочитать свою историю. И это, на мой взгляд, тоже очень важное изменение, потому что от этого мы можем отталкиваться и понимать, что теперь в иллюстрации мы можем создавать свои миры, не подчиняясь словесной форме. И если говорить более точно, то мы тем самым можем обойтись без вообще текста. Мы можем его практически не использовать. То есть текст превращается в картинку. Все слова превращаются в изображение и в конкретные образы. И, конечно, работая с этими образами, здорово, что иллюстратор может рассказать свою историю, придумать её, по-разному соединить, изложить. И тем самым, как мы знаем, прекрасно у нас появились даже такие форматы, как Silent Book, тихая книга, книжка-картинка, то есть книга, в которой текста либо нет, либо текст является всего лишь небольшим базисом для того, чтобы зритель совсем, скажем так, не заблудился в визуальных образах. Поэтому вот этот аспект того, что иллюстрация стала самодостаточной, это, конечно, очень сильно стало помогать и коллажу, потому что коллаж сам по себе, он тоже всегда независим от других видов искусств, он независим от направлений, от текстового содержания. То есть коллаж сам по себе, он тоже очень самодостаточный, самобытный. И здесь получается, что сошлись два направления искусства, иллюстрация и коллаж сошли в современном мире, и мы можем лицезреть действительно какое-то невероятное количество художников, которые обращаются к этим видам искусства. И именно благодаря этому явлению, явлению свободы и отрыва иллюстрации от текста, находится вот эта важная гармония. Почему именно коллаж так звонко и так выразительно выглядит именно в иллюстрации? Это, конечно, связано с тем, что коллаж стал как-то очень сильно находить свою основу, проявляться, то есть это такой мощный базис современного искусства, и различные визуальные метафоры, которые закладываются также и в иллюстрации, они важны, конечно, еще и в понимании, и в работе с коллажом. И в первую очередь, если мы с вами говорим о том, с чего же начинается коллаж, с чего начинается коллажная иллюстрация, тут мы должны очень четко понимать и закладывать основу. И эта основа связана с тем, что коллажная иллюстрация, она всегда проявляет себя в остроте выражения. То есть коллаж сам по себе – это очень чистая, открытая провокация. И тут мы должны понимать первично, какая аудитория для нашей работы, кто зритель всех наших отдельно объектов – композиционных, иллюстративных. И тут появляются две важные группы – это детская аудитория и взрослая аудитория. И есть очень большая разница между этими двумя отдельными направлениями, потому что это будет не только специфика стиля, особая специфика стиля, но это еще и будет отдельно, скажем так, степень свободы, которая может позволить себе так или иначе художник. Если мы говорим с вами про коллажную иллюстрацию, которая связана с детской аудиторией, это, скажем, можно обозначить, это аудитория 0+, и верхняя планка, она может быть в подростковый период или даже может быть чуть взрослее, то здесь очень важно, что первое, о чем мы должны знать, это то, что чем младше ребенок, тем более лаконичнее будет выглядеть изображение. То есть если мы закладываем с вами работу с коллажом, то мы должны понимать, что для совсем маленьких малышей у нас будут максимально простые коллажи, игра исключительно с большими глобальными формами. Перед нами замечательная книжка, которая называется «Пеццетина» и переводится с итальянского как «Кусочек». Создал и написал ее художник Леони. В чем же прелесть вот этой книжки? В том, что она действительно, казалось бы, очень простая по своему воплощению. У нас есть история маленького кусочка. Вот мы видим его и на обложке, и на развороте, что размещается справа. Этот маленький кусочек, он перемещается из разворота в разворот и пытается найти себе подобного. Он пытается найти, от кого же он откололся, где его корни, кто его, условно, родитель, который его создал. И он перемещается, есть там разные ритмы внутри разворота. Но нам очень важно обратить внимание именно на работу с большим аппликационным пятном, которое каждый раз меняется, он имеет разную фактуру, но он очень выразительно играет вместе с пустотой белого пространства и вместе с вот этими выкрашенными, хаотичными, очень яркими, маленькими кусочками цветными, из которых состоят вот такие абстрактные существа, которые живут в этом мире. И тут важно нам отметить, что действительно на помощь вместе с коллажем у нас также появляется и аппликация, потому что аппликация, эта техника довольно простая, но при этом она имеет свой очень широкий выразительный аспект. И вот эта специфика, которая существует у аппликации, с ней можно работать, и с ней можно создавать очень много разных вариаций в инфрации. И сама по себе аппликация – это соединение в единой основе различных подготовленных заранее задуманных элементов, которые могут быть из бумаги, из кожи, из ткани, абсолютно из разных материалов. И тут у нас есть такие замечательные примеры аппликации, работы с аппликацией, которые подойдут как для взрослых, так и для детей. И что нужно понимать? Что работая с аппликацией, автор должен строго отслеживать, как работает масса пятна, как выглядит основное пятно под своему силуэту. Какой край у этого пятна? Какая фактура внутри этого пятна? И как эти фактуры, как вот эти отдельно плотные пятна цвета, либо более свободные фактуры, как они чередуются в одном пространстве? Вот здесь замечательный вообще пример чередования отдельно фактур. Здесь есть и присутствует и калаш, и аппликационные какие-то отдельные вставки. И обратите внимание, опять же, на простоту формы. И на самом деле в данном случае, чем проще форма, тем будет интереснее совсем-то всем маленьким детям, которые еще не способны видеть разницу между детализацией, между тем, как выглядят какие-то более сложные поработанные элементы. Поэтому, когда мы смотрим такие примеры, они довольно универсальны. Они универсальны по своей аудитории. Но в данном случае для детской аудитории эти примеры, они подходят как никогда. И здесь у нас есть такой туз в рукаве. Это как раз-таки попытка чередовать формы, ритмы, цвета. И вот эту ритмику мы можем закладывать в любом пространстве. Главное нам продумывать и отдельно понимать, что чем проще у нас форма, тем мы должны более внимательно относиться к самому пятну, отдельно к каждому пятну и к пятну в целом. Потому что здесь у нас еще появляется очень важная составляющая, такой важный закон. Это закон соразмерности. Мы всегда работаем с большим, средним, малым. И вот большое, среднее, малое тоже должно собираться в интересный ритмический ход. И как пример, вот даже здесь это прослеживается легко, это чередование ритмов и чередование больших элементов и малых элементов. И плюс ко всему, здесь еще и чередование фактуры. Вот эти вот полосочки, которые везде присутствуют, и даже буква М, которая у нас оказалась под плесом справа внизу, в нижней части иллюстрации, здесь складываются одинаковые, казалось бы, одинаковый прием чередования белого-черного, но при этом абсолютно разный какой-то подход и чередование шага, шага этих элементов, шага этих полосочек. И от этого у нас складывается единство стиля внутри одной аппликационной работы. Или вот как пример тоже аппликация. Но здесь аппликация более сложная, потому что у нас появляется цвет, он несет в себе не только плоскостное значение, но еще и попытка за счет цвета объединять пространство, создавать единую цветовую гамму. И здесь, конечно, цвет более сложный, чем если мы посмотрим, например, здесь цвет более графичный, он тоже является формой. А в данной работе у нас цвет проявляет себя совершенно по-другому. И здесь, скорее всего, цвет, он ближе даже к живописи, чем к графике. Аппликация, опять же, замечательные варианты. Есть усложнение аппликационных форм. Это когда у нас внутри большого пятна появляются более маленькие вставки, детали. Вот посмотрите на маленький такой кувшинчик, что у нас размещается на столе с левой стороны. Он имеет полоски вертикальные. И здесь мы, казалось бы, полоски, они не очень ярко выражены по своему цвету, но при этом есть разница этого цвета. И от этого, конечно, интересно разглядывать даже вот такие совершенно маленькие работы. Если мы говорим про взрослую отдельную, да, взрослую аудиторию, для которой можно создавать коллажи и иллюстративные коллажи, то здесь совсем всё обстоит по-другому. На мой взгляд, взрослая аудитория, она, опять же, даёт нам большую свободу, потому что здесь мы не ограничены определённым возрастом физиологии восприятия картинки. Здесь мы можем создавать иллюстрацию, во-первых, более концептуально тяжёлую, тяжеловесную, метафоричную или даже экзистенциальную. И вот эта возможность, да, возможность отдельно показывать иллюстрацию более многогранную, конечно, нас освобождает. И получается, что в коллаже вариативность коллажа, она становится ещё более широкой. Поэтому, конечно, здесь, опять же, все художники решают по-разному, и многие художники отмечают, что работать со взрослой аудитории всё же, действительно, значительно проще. И в создании коллажа, если вот говорить с вами, переходить тоже к такому концептуальному коллажу, то мы должны понимать, что коллаж строится на очень важном правиле. Это правило эмоциональной насыщенности. Тут у нас появляется, ну, условно, такой термин, как острота произведения. То есть это степень высказываемости, которую мы можем повышать, либо, наоборот, понижать. И, пожалуй, это самая главная задача любой коллажной работы — выстраивать вот эту остроту, которую мы хотим показать. И возникает у нас правило. Это правило эмоциональной насыщенности. Посмотрим с вами на две картинки. Два абсолютно разных автора. С левой стороны и с правой стороны. Коллажи, что довольно интересно, они выполнены в довольно схожей цветовой гамме, но при этом мы сразу же чётко можем понимать, и это видим и считываем, что эти коллажи выполнены абсолютно в разных тональностях, с разными эмоциями и разной атмосферой. Этот приём можно сравнить с силой громкости. Когда мы хотим увеличить звук, мы тем самым должны и визуальным языком усиливать, вытягивать эту громкость своего голоса. Либо же, напротив, мы можем снизить эту эмоциональность, и тогда наш голос немножко смягчается и становится более тихим. Итак, если посмотреть на работу, наверняка вы уже сами для себя определили, и вы сможете без труда сказать, что с левой стороны у нас работа, она более тихая по своему накалу, по своей эмоциональности, а работа, что располагается справа, она имеет провокационность значительно повышенную. Таким образом можно выделить вот этот основной приём. То есть это правило-правило. Самое важное, то правило, которое мы держим в голове, когда начинаем работать с коллажом. То есть мы для себя определяем, что мы хотим создать, и какая будет степень вот этой громкости, громкости нашего голоса. С левой стороны работа очень лиричная. Вот смотрите, она такая тонкая, она похожа на афишу фильма, она похожа на такое размышление. В ней очень много литературного. Работа с правой стороны, Георгия Бросса. Здесь у нас, казалось бы, с первого взгляда тоже довольно милая сценка, беседа, диалог между женщиной и мужчиной. И всё с первого взгляда вроде бы хорошо происходит, нет никаких каких-то сложностей общения, но тут мы начинаем взглядываться в их лица и понимать, что вот тут-то всё не так просто. И у нас начинает внутри зарождаться внутренний страх от того, что с одной стороны мы видим довольно привычную картинку женщины-мужчины, беседа, шляпа, значит, это прогулка, солнце. Но с другой стороны мы наблюдаем внутренний накал. Происходит что-то не так. Внезапно начинает усиливаться наш пульс всего лишь от того, что лица этих людей Гросс делал специально максимально неестественными. Он меняет направление глаз, он вклеивает даме другой абсолютно рот, меняет нос и отдельно вставки лица мужчине. То есть здесь происходит смена первого впечатления и совершенно противоположное представление и ощущение от того, что мы видим в итоге, что мы увидим под второй, скажем так, такой сладкой оболочке. И таким образом мы контролируем вот этот накал. То есть работа с левой стороны, она довольно тихая, спокойная, она романтичная, а работа с правой стороны, она пульсирующая, острая и довольно даже в чём-то агрессивная. То есть эту агрессию мы можем создавать, смотрите, довольно маленькими какими-то способами. и малым изменением фотографичного материала. И здесь у нас возникают приёмы управления коллажом. Это такие приёмы, которые, опять же, помогут нам управлять визуальным изображением, потому что задача любого визуального художника создать так называемую ловушку для зрителя. То есть создать ту провокацию, которая позволит зрителю смотреть на произведение как можно дольше. И я выделила три основных приёма. Первый – это количественный приём. Второй – это конфликт, который равняет контрасту. А третий – это точка восприятия. Если рассмотреть их отдельно, друг за другом, то мы понимаем, что первый приём – это количественный. Он связан с количеством элементов, которые мы используем в одной коллажной работе. Тоже как пример. Правая картинка, левая картинка. С левой стороны у нас в коллаже огромное количество разных элементов. Это всеми узнаваемые репродукции Фриды, её автопортреты. И они наслаиваются и создают единое, огромное, довольно многосложное полотно. А с правой стороны мы видим всего лишь соединение четырёх отдельных объектов. Это сачок, это ребёнок, это рыба и вот это пятно розовое, которое является условной тенью под самим произведением. И тут мы явно можем понимать, что чем меньше у нас элементов в одной работе, тем более остро начинает она звучать по сравнению с более насыщенной, тяжеловесной. Тяжеловесная работа с огромным количеством отдельных элементов и деталей, она заставляет зрителя, конечно, смотреть и рассматривать эту работу значительно дольше, чем более простое соединение, более лаконичное. И здесь мы должны для себя тоже понимать. Либо мы хотим создать провокацию и сталкивать какие-то элементы между собой, которые будут в меньшем количестве, и это тоже своего рода острота. Либо мы соединяем и находим огромное количество элементов, и тем самым острота немножко у нас сглаживается. То есть уходит эта провокационность, провокационность объекта по сравнению с окружающим его пространством. Следующий наш интересный инструмент, которым мы можем пользоваться, на примере замечательной художницы, дадоистки, которая работала с коллажом, это Хана Хёх. Приём звучит следующим образом. Конфликт равняется контрасту и остроте. То есть идут рука об руку три важных понятия. Это конфликт, контраст и острота. Здесь мы создаём ту самую замечательную провокацию, с которой позволяет нам работать вообще коллаж. Конфликт отдельных элементов. Здесь нам важно воспринимать это слово именно как столкновение, то есть коннотация конфликта, в данном случае довольно положительная. Конфликт отдельных элементов, он зарождает нам какой-то новый образ, который очень интересный, многосложный и необычный. И вот эта необычность, вот это столкновение и удивление, когда мы смотрим на картинку и даже начинаем ёжиться от того, что эмоционально она на нас очень сильно давит. Например, персонаж с правой стороны, у Хана Хёх, как по мне, я замечаю, что каждый раз я пытаюсь уводить свой взгляд от его глаз, потому что мне становится не по себе. Мне кажется, что он действительно хохочет, он улыбается, и его улыбка, она совсем не несёт ничего положительного и позитивного. Поэтому, когда мы работаем с вами с коллажом, мы должны, опять же, задавать себе вопрос, какова степень конфликта и остроты, которые мы хотим передоставить. Поэтому с взрослой иллюстрацией коллажной мы, опять же, имеем вот эту шкалу, да, все дозволенности начислено шире, чем работая с детской иллюстрацией, потому что всё же, опять же, персонаж, что с правой стороны, в детской работе, наверное, действительно, он может очень сильно повлиять на психику детей, и дети неохотно будут воспринимать этого персонажа и не будут испытывать к нему никаких положительных эмоций и чувств. Третий важный аспект – это акцентирование. И здесь у нас возникает ещё такое определение, как композиционный узел, то есть это точка, которая нам крайне важна в любой композиции. Будь то иллюстрация небольшого формата, напечатанная в журнале, будь то огромный монументальный блок, который располагается где-то на стене, и мы там тоже должны увидеть, что главное в работе, а что является чуть второстепенным и уходит на второй план. В коллаже, особенно когда мы строим коллаж, вот, например, этих двух работ, здесь строится коллаж как разрушение формы. Мы форму сначала разрушили, а потом попытались её соединить, соединить уже в новом персонаже, в новой персоне. И когда мы соединяем вот эти вот отдельные фрагменты, отдельные куски, здесь нам очень важно найти вот эту точку, точку, куда будет устремляться взгляд зрителя в первую очередь, на что будет смотреть зритель впервые, когда увидит эту работу. И таким образом у нас есть эта точка, как минимум она должна быть одна, либо по классике их может быть даже там несколько, две и три. Когда внутри большой работы у нас могут быть, допустим, три персонажа, которые выстраиваются, и они держат всю композицию, они являются вот этими опорами, акцентированием. Либо же это могут быть каких-то три цветовых пятна, если мы говорим по абстракцию, если это абстрактное произведение. В данном случае, когда речь идёт о портретах, то чаще всего, и, пожалуй, я не видела ни одного портрета в калаше, который не использует этот приём, приём акцентирования в портретах, он связан чаще всего со взглядом, с глазами. То есть мы пытаемся посмотреть в глаза, мы пытаемся найти и увидеть в первую очередь в глаза, даже если они, как в данном случае, довольно смотрятся неправдоподобно, в чём-то даже комично, они могут разлетаться, разрушаться внутри единой формы. Но так или иначе, первое, что мы посмотрели, это в глаза одного и второго персонажа. И это, конечно, довольно интересно, потому что, возможно, как отмечают многие учёные, это связано ещё и с тем, что мы стремимся в первую очередь увидеть отражение и эмоцию внутри взгляда человека, потому что мимика лица, она может выражать одни эмоции, а глаза, как зеркало души, глаза показывают абсолютно правдивую. В какой-то части мы можем действительно увидеть, что же на самом деле думает человек, глядя на тебя, и какие он испытывает эмоции, что он будет с тобой делать. Он несёт в себе агрессию, либо же он абсолютно настроен положительно, позитивно по отношению к себе. Поэтому, когда мы работаем с портретами, это тоже для нас действительно очень важно, чтобы в портретах всегда был акцент на глазах. И в коллаже надо не бояться эти глаза, каким-то образом усложнять, не оставлять, если особенно мы работаем с фотоколлажами, то нужно усложнять именно область взгляда, область глаз внутри портрета. Как это работает с коллажом? В этом нам могут также помочь определённые приёмы. Их можно обозначить как средства выражения коллажа. Эти средства, они тоже знакомы нам по другим видам искусства. И здесь нет ничего, казалось бы, такого нового и удивительного. Но замечательно то, что коллаж способен повышать шкалу накала и показывать её каким-то иным способом, чудесным способом. Вообще коллаж действительно отличается от других видов искусства. И то, что можно создать в коллаже, не всегда можно придумать отдельно, создавая просто монументальные или станковые произведения. И здесь, когда мы работаем с коллажом, я знаю, что есть такие художники, которые сначала создают коллажные отдельно произведения, а потом, основываясь на них, создают уже большие станковые полотна. Потому что коллаж может столкнуть и словно передумать сам по себе то, что не всегда способны продумать мы. Как бы ни звучало, это очень грустно. То есть коллаж помогает нам, знаете, немного вернуться в детство, когда в детстве у нас нет границ, когда мы можем создавать абсолютно любое произведение, и мы всегда несём свою собственную правду и имеем на это полное право. Итак, средства выражения коллажа. Первая из них – это сбой масштаба. Замечательная работа Владимира Абаймова. Это художник, который работал не столь с коллажом, как таковым, а это вид монтажа. Это вид фотомонтажа, когда в процессе появления отдельной фотографии при помощи фотоувеличителя можно компилировать, соединять отдельные элементы. То есть мы берём одну фотографию, увеличиваем там фрагмент, берём другую фотографию, берём третью. Здесь мы видим явно три отдельных снимка. И в процессе проявки мы можем создать что-то новое, единое, проявляя уже просто на фотобумаге самостоятельное произведение. В данном случае первый снимок – это огромная панорама. Мы на неё смотрим чуть сверху. Это огромный сирдион, на который идёт явно какое-то празднование. Второй снимок – это мужчина, который у нас стоит в позе, такой довольно расслабленный. Скорее всего, в руке у него плащ, который он перекинул себе на плечо. И третий снимок – это голова огромного младенца. Почему огромного? Потому что масштаб этой головы значительно больше, чем голова, которая может оказаться на плечах даже взрослого человека. Здесь специально нарушены пропорции. И когда мы видим сбой этого масштаба, особенно если мы работаем с фотоматериалом, то здесь у нас происходит волшебство. Мы видим, как наш мозг воспринимает картинку как данность. Мы видим три отдельные картинки, которые наш мозг достраивает и соединяет. И мы с какого-то волшебного момента начинаем верить тому, что мы видим перед собой. То есть мы верим, что у нас на огромном стадионе стоит великан с головой младенца. И этот великан, так как младенец у нас ассоциируется всегда с таким еще неразумным существом, то здесь мы можем понимать, что вот этот младенец, младенец-великан, он затопчет всех вокруг. Он несет угрозу. Он несет в себе образ тирана, образ разрушителя. Хотя, казалось бы, не происходит такого действия. У нас всего лишь в центре стоит фигура, но наш мозг достраивает эти элементы. И сбой масштаба здесь очень сильно играет, конечно, свою роль. Поэтому, когда мы будем с вами говорить отдельно о коллаже и о том, как ведется вообще работа с коллажом, то здесь тоже важно обращать внимание на масштабность. Если нам хочется создать нелепости, усилить, опять же, выразительность и какой-то контраст картинки, то тогда мы смело вытягиваем, масштабируем отдельно фрагменты, часть тела, и вы увидите, как меняется вообще восприятие иллюстративной работы. Следующее средство выражения коллажа – это сочетание несочетаемых объектов. Здесь тоже важно, что наш мозг вступает в игру. И мы видим, как в одной картинке у нас при помощи… С левой стороны, это Грета Штерн, она применяла также фотомонтаж, как прием взаимодействия с несколькими фотографиями. А с правой стороны – это у нас цифровая работа, где просто по помощи цифрового редактора соединяются два снимка между собой. И в одной и во второй работе мы видим, как явно сталкиваются и сочетаются несочетаемые объекты. И наш мозг начинает воспринимать эти объекты как что-то реалистичное. То есть мы попадаем в мир сюрреализма, в мир непонятного, опять же провокационного, в мир недосказанного, то есть в мир, который нам буквально нас побуждает начинать думать, начинать думать о каждой работе и пытаться рассказать тайну, что же хотел сказать автор, что же он заложил сам внутри своей работы. Снова Грета Штерн и снова уже фотомонтаж убедительное и невозможное. Это третий средств по выражению коллажа, когда в одной работе мы сталкиваем то, что нас убеждает, и то, что не может быть в реальном мире. И здесь тоже довольно такая сильная работа. Мужчина-женщина. Женщина заглядывает в лицо мужчине, но вместо этого лица, вместо головы при помощи фотомонтажа у нас встраивается огромная голова рептилии. Это черепаха. Эта черепаха открывает рот, и так как масштаб этой черепахи велик, то нам становится страшно. Мы попадаем буквально в фильмы Хичкоха. У нас ползут мурашки от того, что играет в нашей голове тревожная музыка, учащается пульс, и у нас усиливается ощущение максимальной остроты внутри композиции. Хотя здесь соединены всего лишь два снимка. Поэтому не всегда важно в коллаже и в любом другом визуальном искусстве использовать огромное количество элементов. Иногда достаточно всего лишь два элемента столкнуть между собой и тем самым создать конфликт внутри изображения, и этот конфликт будет как раз нас провоцировать на определенную эмоцию. Четвертое средство коллажа – это заострение конфликта. Здесь все то же самое. У нас идет максимальное звучание. Мы увеличиваем этот голос. С левой стороны у нас столкновение трех изображений в одной коллажной работе. А с правой стороны – это Тахера Кимура, художник довольно интересен тем, что он берет отдельные кусочки коллажа, которые наклеивают, потом прокрашивают, а потом сверху еще простым карандашом часто перерисовывают какие-либо новые фактуры или новые рельефы внутри портрета. И здесь, конечно, тоже очень важно, что заострение конфликта и в одной, и в другой работе оно довольно громкое, оно такое противоречивое и говорящее. Но при этом стилистика и способы достижения этого конфликта – они разные. Тут еще очень важно, чтобы вы подключали свой собственный стиль, свое собственное видение объектов. И отдельно, конечно, каждый коллаж у художников получается неповторимым. И это связано еще и не только с тем, что невозможно часто повторить тот материал, который использует художник в основе, но еще и это связано с тем, что мы вкладываем все равно свою стилизацию, мы вкладываем свое ощущение композиции и стилистической пластики, которая у нас имеется, наверное, внутри каждого художника. Поиск стиля коллажной иллюстрации. Сейчас пройдемся с вами отдельно по именно иллюстративному коллажу и начнем с важного аспекта, на который нам нужно обращать внимание – это пространство. Нам внутри работ, которые мы создаем, важно понимать, что не только персонаж коллажированный нам интересен, но и интересно пространство, в котором находится наш персонаж или в котором он живет. Если мы говорим о книжной индустрии, то здесь мы понимаем, что это пространство – это книжный разворот либо книжная страница. И мы, когда создаем произведение, мы должны думать сразу обо всем, о том, какой будет персонаж, какое место он будет занимать внутри данного разворота, как ритмически этот разворот будет соединяться с последующими разворотами. Но при этом, если рассматривать отдельно иллюстрацию самой по себе, то здесь тоже мы видим, как изменяется ощущение и интонация. И она изменяется от того, какое место персонаж занимает внутри пространства. Перед нами замечательная книжка Беатрис Алиман, которая создала вот такого гуляющего льва. Книга называется «Лев Парижа». Это замечательный рисованный лев, который гуляет по Парижу. И, казалось бы, его никто не замечает. Вот лев у нас находится на зале, вот лев идет мимо багетной какой-то лавки пекарни, а вот лев сидит в кафе, и все вокруг шумят, гуляют, разговаривают, но льва не замечают. То есть такая вот прогулка инкогнито. И, конечно, лев сам по себе, он немножко разный. Даже вот мы видим обложку Икеи, отдельные иллюстрации. Лев разный, он везде рисованный, но вокруг у нас встречается очень много именно коллажных элементов, фрагментов, которые художник смело и умело соединяет в одном пространстве. Так мы должны понимать, что если изображение, которое состоит из плотного заполнения всего пространства, как в данном случае, то зритель погружается в состояние такой длительности. То есть тем самым у нас идет более детальное изучение, значит, надо больше насыщать иллюстрацию деталями, и плюс снижается темп рассматривания. Мы понимаем, что когда мы листаем книгу, если мы говорим о печатной продукции, например, мы листаем книгу или журнал, у нас есть временной отрезок. То есть не только ритм, композиция, а еще и появляется время. Буквально как у режиссеров, которые снимают фильм и тоже отдельно продумывают, на каком кадре сколько секунд будет задерживать внимание зритель. Так и здесь. Чем более плотная картинка, тем больше у нас появляются деталей, и это значит, тем дольше зритель будет смотреть в произведение. Соответственно, размер этой страницы тоже может увеличиваться. И вообще эта книга, она довольно большая, она крупная, практически, наверное, близка к формату А3. И там иллюстрации вот такие полноценные, большие для того, чтобы мы насытились этой картинкой и смогли рассмотреть буквально каждый какой-то ее элемент и сенсиметр. А вот если у нас внутри пространства мы хотим, чтобы зритель любовался всего лишь одним объектом, то тогда мы убираем детализацию и у нас идет акцент только на определенных персонажей и на каком-то одном кусочке внутри всего пространства. То есть это абсолютно два разных подхода, работая с деталями, работая с самим пространством внутри, определенного листа, будь то книга, либо же, опять же, будь то отдельная самостоятельная композиция. И вот здесь, в одном и другом примере, мы четко, прекрасно видим, что фон у нас максимально пустой, на нем ничего нет, даже нет фактуры, а вот персонаж у нас читается очень четко и строго, и все наше внимание каждый раз, оно буквально так вот скатывается к нашему персонажу. То есть, на наш взгляд, он цепляет персонажа и рассматривает только его, потому что, в принципе, больше нечего смотреть, на этот фон у нас максимально освобожден. Важно, что когда мы работаем с коллажом, у нас возникает такая сложность, что часто к коллажу у нас есть потребность добавить чего-то рисованного, вручного, дополнительного, но мы не всегда знаем, как это сделать. И вот сейчас мы рассмотрим тоже способы взаимодействия коллажа и рисованного персонажа, либо рисованных элементов. Перед нами первый проект, это книжная азбука, где мы видим... Евгения, вы меня слышите? Как сменяется у нас отдельно алфавит, и на каждой из букв находится либо персонаж, либо явление, которое художница пытается обыклить. И она не только работает с коллажом как таковым, изображения, они соединяются с довольно таким трепетным и немного более деликатным коллажом, потому что она пытается всегда находить коллажные формы, чтобы они были не совсем кричащими. Они тоже имеют отбор по тональности, по цветовой гамме, и соединяя все элементы, рисованные ручные и коллажные, получаются вот такие деликатные, тонкие работы. Второй ее проект иллюстративный, он связан и с самой аппликацией. Это когда мы еще можем выкладывать какие-то формы. Вот эти вот человечки шарнирные, они были созданы, отрисованы, собраны вручную, потом она их наложила на внутрь иллюстрации и еще и сфотографировала. Тут еще такое усложнение технической последовательности, и мы можем прекрасно увидеть, как сочетается у нас. У нас есть здесь рисованные персонажи. Это вот этот маленький мальчик, саночки, стул, стена, это голова у этого мужчины, ботиночки. Это все отрисовано вручную. Но при этом вот здесь на картине, на стене мы можем увидеть девочку с собакой. И эта девочка с собакой это коллаж, который вклеен. Отдельно есть какие-то, у нее попадаются тоже элементы, которые именно вклеены. Коллаж внедряется вовнутрь иллюстрации. И плюс еще она наложила сверху объемные элементы. Это вот шарфик у ребенка и нитки, катушка, ниток, которые становятся турсом мужским. Это все элементы, которые она наложила, ну, вместе с этой куклой, марионеткой получается. Она их накладывает и еще фотографирует. И смотрится это, конечно, очень деликатно и тонко. Опять же, здесь это продолжение этой книги. Несколько иллюстраций. И они вот все прекрасны. это уже другой ее выставочный иллюстративный проект. Здесь то же самое. Есть и коллажные вставки, и рисованные, и коллаж не мешает изображению, и изображение подчеркивает интонацию коллажа. То есть тут идет такая связка очень близкая между собой. Работа Екатерины Васильевой тоже соединение фотоколлажа, соединение отдельно выкрасок акварельных и плюс еще коллаж, который несет тоже свою какую-то интересную структуру. Работа должна вестись параллельно. То есть мы параллельно тут же закладываем и цветовые пятна, и рисуем линии, и внекраем калаши, и смотрим, как идет сращивание этих элементов. Тут же вспоминается произведение «Остров доктора Моро», где фантастически гениальный доктор, но немножко не в себе создает новых существ. И эти существа он там соединяет у одного животного берет тело, у другого уберет мозг, и вот появляется что-то новое. Так вот, соединение коллажа и рисовальных элементов происходит абсолютно в таком же ключе, когда мы соединяем себе отдельно плотность, плотность фото материала, плотность пятен, и плюс еще рисованные элементы. коллаж и шрифт. Когда мы работаем с коллажом, тоже очень здорово соединять еще и шрифтовые композиции, играть с леттерингом, с скорописью, с каллиграфией, соединяя все-все-все в едином картинке. Перед нами неповторимая, замечательная художница Сара Финелли, она работает тоже с коллажными объектами, можно посмотреть, много ее найти в проекте. Советую также, помимо проекта, что сейчас мы просмотрим, проекта про луковичку, еще у нее есть замечательная книжка Пиноккио. Очень непроизойденный автор, гениальная художница. Вот она работает с коллажом, она еще лихо играет всегда с очень свободной раскрепощенной каллиграфией, которая внедряется в развороты, на обложки, и мы воспринимаем это как единое. И здесь уже каждая буква, она становится не столь буквой, сколько графическим элементом, она сама по себе становится картинкой. И вот с левой стороны это у нас обложка, с левой получается вот вверху эта обложка закрытая, а вот так обложка может выглядеть, если мы возьмем и вот эту луковичку, которая у нас тут находится, она имеет вырубку, и мы эту луковицу можем буквально либо раскрыть, либо полностью вытащить из книжки, и вот эта луковичка становится еще и кружкой, мы буквально можем еще с ней играть, раскрывая отдельно какие-то разворки. Эту луковичку будет иметь личико, а где-то, как, например, здесь, на красном развороте, луковичку будет иметь вот этот текст внутри, и там не будет глаз. И то же самое, например, здесь, на развороте замечательном по ритмике, это разворот, где за луковичкой устремляются ножи острые, агрессивные, а вот эта луковичка такая несчастная, она пытается от нее скрыться. Здесь тоже, вот если мы продавим в центре эту луковицу, то мы сможем увидеть, что персонажа нет, но есть фактуры и отдельно слово идея, которое оказывается у нас внутри этой конструкции, конструкции луковички. Материалы для коллажа могут быть тоже абсолютно разные, в зависимости от того, какой вид коллажа мы выбираем. Если это ручной коллаж, то это журналы, газеты, цветная бумага, ручные фактурные выкраски, которые мы сами себе можем готовить, печатная продукция, вестовки, афиши, все, что нас окружает. Также сюда же мы можем отнести фотографии для всевозможных, открытки, репродукции. Опять же, это все относится скорее к печатной продукции. И чем больше этого материала у нас есть, тем на самом деле у нас тоже расширяется палитра. То же самое если сравнивать с художниками живописцами, чем больше у них красок, тем живописнее у них может получиться произведение. Так и у нас. Чем больше материала перед нами, тем у нас будет больше вариативности и самих элементов, с которыми мы можем работать. Если мы говорим про цифровой коллаж, то подойдут любые цифровые материалы, оцифрованные. То есть это тоже могут быть фотоматериалы, это могут быть какие-то наши собственные фактуры, которые мы готовим. Готовим вручную, потом сканируем или фотографируем. То есть это любой оцифрованный материал. И чем больше его у нас есть, тем нам проще работать. Ну и если говорить про первую часть, то можно перейти ко второй и продемонстрирую я на примере своего проекта, который я выполняла для выставки, которая проходила, выставки, фестивали, которая проходила в Москве. фестиваль Речь Тахлей, фестиваль коллажа. Там мной были выполнены две работы. Тема была заявлена как тема спорт. и я стала работать именно с цифрой, отдельными элементами, с отдельными фотокусочками. Первоначально буду делать паузы. Первоначально я себе часто закладываю какое-то тоже большое пятно. В данном случае я заложила себе фактуру, черную фактуру создала для того, чтобы понимать с какой формы мне хочется поработать. какая форма мне кажется приемлема и что я внутри увидела и как хочу заполнять пустоту, отталкиваясь от какого-то большого пятна. Дальше можно себе как была тема спорт, я поискала просто в интернете, потому что мне не стояла задача делать коммерческий коллаж, делать просто авторскую работу, поэтому я воспользовалась отдельно общедоступными фотографиями на тему именно советского спорта, потому что в моем представлении темы спорта каких-то побед, она в большей степени как-то ассоциируется с периодом такого образа советского спортсмена, бегущего, самого сильного, устремленного, то есть это собирательный образ, который на самом деле тоже может быть абсолютно разным. После того, как я поискала эти образы бегунов, они разные, какие-то были более интересные, какие-то мне потом я от них отказалась, они мне показались слишком простыми, примитивными, дальше я стала работать с попыткой увеличения отдельных элементов. Вот если немножко остановиться и посмотреть на бегущую девушку, я специально увеличила ей ногу, делая ногу, что перед ней максимально крупной. То есть когда я нахожу какие-то интересные по ритмике фигуры, если мы говорим про фото, коллаж, дальше я начинаю искать, что же эти фигуры мне могут дать еще больше. А что будет, если я увеличу тос бегу на гущение и сделаю его значительно больше по размеру. А что будет, если я увеличу или уменьшу какой-то элемент. Далее я решила отказаться от голов вообще, сделав таких больше образ спортсмена, который лишен в чем-то своей личности, а это скорее такое бегущее тело, это мышцы, которые накачаны, которые максимально работают, при этом нет абсолютно ощущения того, что это человек, это скорее мышечное существо. И здесь тоже работая с персонажем позади, можно увидеть, как я постоянно меняла ему пропорции рук, ног, как выпискивала, какие-то тоже нелепые, довольно смешно выглядит, когда меняются вот эти ножки, ручки, но я постоянно искала, искала выразительную форму, чтобы тело человека было нарочито увеличенным, таким непонятным провокационным. Поэтому было множество попыток, после чего я остановила свой выбор всего лишь на двух фигурах, посчитав, что если я сделаю всего две, два объекта, то мне будет опять же проще расставить акценты, сделать их акцентными и выразительными. Я бы пыталась добавить цифровые рисованные элементы, соединить, коллаж и рисованную графику, но потом отказался от этого, оставить коллаж с всего лишь небольшими фактурами, которые стали скорее основой для фона. А так в данной работе я решила не вводить рисованные элементы, сохраняя коллаж, какой он есть сам по себе. Мне иногда очень просто проще работать именно с фактурностью, с какими-то кусочками, которые помогают мне расставить основные пятна. Так сразу же я могу понимать, что мне выгодно оставить, а что нет. Я поискала игральные кубики, и вот это поле, которое первоначально у меня было заложено черный прямоугольник, у меня это поле превратилось в игровое поле. Словно это настольная игра, мы бросаем кубики, и спортсмены начинают бежать. И тем самым постепенно у меня сложился образ, которым я осталась довольна на каком-то этапе, и решила его оставить как он есть. Только далее вела какие-то фактуры, немного нарисованной графики, дальше у меня появились еще немного цвета, то есть я решила ввести цвет, но в целом работа, то есть у меня велась сначала, я отталкивалась все же от фотоматериала, и фотоматериал, фотоколлажи, они стали основой. Иногда я веду работу следующим образом, почти так же, как то, что мы видим сейчас, когда у меня есть фотоматериал, и он начинает сам мне трактовать, что же будет. То есть я не всегда в голове держу картин, которые у меня будут в итоге. Я только в голове держу то, что точно знаю и хочу получить, но при этом можно всегда в коллаже что-то пойти не так, и иногда нужно дать волю коллажу, и на самом деле не зацикливаться на том, что есть в голове, а иногда можно подчиниться, и коллаж начинает подсказывать свои собственные трактовки, то есть подсказывать то, что может получиться само собой. В этом магия коллажа, на мой взгляд, конечно, иногда происходят такие вещи, которые мы вообще не можем никак отследить и проконтролировать. дальше идет у меня работа над вторым проектом, тоже коллажированным, также это фестиваль речь докли, тема та же самая, спорт, у меня было две работы. Здесь таким же образом я поработала с теми фотоматериалами, которые у меня уже были, просто я их трансформировала и с ним поиграла по-другому. Именно коллажи заставили мне найти ассоциацию со скакалками, с прыжками. То есть люди торчащие ноги, когда я стала вытаскивать и масштабировать отдельные фрагменты, у меня родилась в голове картинка того, что это очень похоже на прыжки, на то, как тело может прыгать и находиться в пространстве. У меня появились такие насекомые, которые уже не совсем люди, они здесь имеют головы, но тоже с небольшим внедрением цифровой рисованной графики.